В Нью-Йорке публике представили чертежи Титаника 2. Новый гигантский лайнер будет еще вместительнее своего знаменитого предшественника и современнее. Хотя дизайн оставят исторический. Начало 20 века. Более того, в стоимость билетов будут включены костюмы той эпохи, чтобы пассажиры полностью ощутили себя в атмосфере Титаника. Спасательных шлюпок на борту пообещали установить в достатке. Об идее австралийского миллиардера Алексей Шанев. Очередную, какую уже по счету попытку построить новый Титаник австралийский миллиардер Клайв Палмер называет делом своей жизни бизнес-проект, стоимость которого держит в строжайшем секрете, уже начал приносить прибыль. Более 40 тысяч человек изъявили желание преодолеть Атлантику на лайнере, носящем пусть и печально известное, но все же легендарное имя. Судно будет иметь точно такой же дизайн, но построено совершенно по-другому. Корпус будет более прочным, чтобы не повторить судьбу Титаника. На борту лайнера смогут путешествовать более 2,5 тысяч пассажиров, на тысячу больше, чем на первом Титанике. Обслуживать их будет экипаж из 900 человек. Создатели судна обещают, что интерьеры будут в точности такими же, как на оригинале. И уж точно на всех хватит спасательных шлюпок. Не было и дня, чтобы моя прабабушка не вспоминала произошедшего. Она говорила, что самый страшный звук, который она когда-либо слышала, это крики ужаса при крушении Титаника. Прабабушка Елены Бензигер, Молли Браун, в 1912 году плыла на Титанике. Она была одной из немногих, кому посчастливилось выжить после крушения лайнера. Для ее правнучки теперь участие в проекте в качестве консультанта. Еще один способ подать дань памяти тем, кто в 1912-м так и не смог достичь Нью-Йорка. Да и сам Клайв Палмер, говоря о Титанике, уверяет, что строят его не ради денег. Я думаю о мужестве тех, кто остался на борту. Вы помните ребят, которые играли, и они пели «Ближе Господь к тебе». Как можно не заплакать, когда думаешь о том, что они отдали свои места в шлюпках. Планируется, что первое плавание новый «Титаник» совершит в 2016 году и в дальнейшем будет курсировать между Великобританией и США. По словам Палмера, все пассажиры смогут надеть костюмы начала 20-го века, чтобы лучше прочувствовать дух той эпохи. Наряды пообещали включить в стоимость билетов. Алексей Шанев, Сергей Васильев, 5-й канал.